Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение боговдухновенной псалтирии. И сегодня мы будем читать 106-й псалом из числа хвалитных псалмов, которые имеют над Писанием слово «Аллилуйя». В православной толковой Библии говорится об этом псалме. Весь этот псалом представляет благодарственную песнь Господу за изведение евреев из рассеяния между всеми народами. Об этом говорится в 3-м стихе. Обстоятельства, при которых он был написан, указаны в стихах 36 по 38. Евреи были озабочены восстановлением разрушенных городов, разведением виноградников, засеванием полей и получили от своих трудов богатый урожай. Во всем псалме не видно разочарования или горестного чувства. Не говорится также о построении храма и препятствий в этом деле. Отсюда можно заключить, что псалом написан по возвращении из плена Вавилонского еще до времени построения второго храма, когда козни самарян и некоторые нестроения во внутренней жизни самих евреев не успели обнаружиться. Имя писателя псалма неизвестно. Итак, этот псалом, 106-й псалом, он относится к временам достаточно поздним, но относится к группе хвалитных псалмов. И читаем начало этого псалма. «Исповедуйтеся Господу, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Этим псалмом в еврейской традиции начинается пятая книга всего сборника псалтыри. В еврейской традиции псалтыри называется «Сефер тагелим», то есть книга восхваления, но она разделена на пять частей. По подобию, по образу того, как и Пятикнижие Моисея, закон Божий разделен на пять частей. Это сделано для того, чтобы человек понимал, что нельзя исполнять закон Божий, Пятикнижие, если при этом ты не будешь воспевать Бога, радоваться и веселиться по псалтыри. Поэтому и псалтырь условно разделена на пять книг. И вот этим псалмом в еврейском тексте открывается как раз пятый раздел «Сефер тагелим», то есть книги восхваления нашей псалтыри. Это связано с тем, что в книге второзаконии сказано, что Бог не принимает исполнение заповедей, если нет песнопений, радости, веселья. Ты можешь все заповеди исполнять, а Бог за это сгонит с твоей земли и вообще лишит будущего, если ты это будешь делать без радости и веселья. Почему? Потому что награда за исполнение заповеди – самовозможность исполнить заповедь. И если человек не переживает радости и веселья, возможности исполнять Божий закон, ожидает какую-то награду потом, вот здесь помучаюсь, пострадаю, потом что-то получу, это какая-то бесовщина. К христианству, к библейскому откровению такая точка зрения не имеет никакого отношения. «Исповедуйтесь Господу», мы читаем по тексту Септуагинты, перевод Юнгерова, «Ибо Он благ, ибо вовек милость Его». То есть нам есть за что благодарить Бога, по-еврейски, начало псалма, «благодарите Господа, ибо Он благ, ибо вовек Его милость». Но по Септуагинте благодарить Бога надо открыто, получается так. Поэтому благодаря Богу мы исповедуем Бога. «Исповедуйтесь Господу», исповедуйтесь Господу, ибо Он благ. То есть провозглашайте Его благость, Его милость, Его величие. То есть имеется в виду «исповедуйтесь» не в смысле «кайтесь», а в смысле «свидетельствуйте о Нем». «Так пусть скажут избавленные Господом, которых Он избавил от руки врага». То есть они должны говорить «исповедайтесь Господу, ибо Он благ, ибо вовек милости Его». Но в прямом смысле допустимо и такое прочтение. Мы будем каяться перед Богом, исповедоваться. Почему? Потому что Он благ, то есть Он добр. И милость Его вовек. Например, вы знаете, что один священник не очень добрый и не очень милостивый, и у вас не появится желание пойти к нему на исповедь. Вы лучше пойдете к священнику, о котором вы знаете, Он добрый, милосердный, любящий Отец. Так и здесь мы можем допустить и такое прочтение, по крайней мере, вот то, как это звучит у Юнгерова. «Так пусть скажут избавленные Господом, то есть от грехов, которых Он избавил от руки врага». Наш главный враг – это дьявол. «И собрал их от стран, то есть от рассеяния, от востока и запада, и севера, и моря». Морем означается юг, так пишет Григорий Низкий. «Блуждали они в пустыне безводной, пути в обитаемый город не находили, они алкали и жаждали». Обитаемый город – это Иерусалим. Но Иерусалим – это и образ церкви. «Поэтому мы всегда блуждаем в пустыне безводной, вода – это символ Слово Божие, если мы не находим путь в обитаемый город. То есть если мы не приходим в церковь, даже имея Библию, мы ее не понимаем. «Они алкали и жаждали» – имеется в виду, прежде всего, правды. «Так что жизнь их пропадала в них, потому что жизнь вне исполнения Божьей воли – это не жизнь. Но воззвали ко Господу скорби своей, и Он избавил их от нужды их». Богу воззвать может любой человек. В Библии даже описывают случаи, когда неверующий возвал Господу, и Господь ему помог. Помните, к Иисусу Христу пришел человек, у него была серьезная проблема, но у него была слабая вера. И он воскликнул «Господи, в неверии моем услышь меня!» И Господь его услышал. «И повел их прямым путем, чтобы вошли в город обитаемый», то есть в Иерусалим, в христианском прочтении этого псалма, в церковь. «Да исповеданы будут Господу милости Его и чудеса Его сынам человеческим». «Милости и чудеса, да исповеданы будут», эти слова, они повторяются. Они повторяются. То есть чередование есть этих слов. 15, 21, 31 стих. Повторение слов — это как бы вступление всего хора. То есть одну часть псалма может петь одна группа, другую часть — другая. А где повторение, здесь все вместе. «Ибо он напитал душу истощенную, и душу алчущую насытил благами». Мы все истощены в некотором смысле, потому что нам не хватает познания о Боге, а, как известно, из-за недостатка ведения народ гибнет. «Сидящих во тьме и тени смертной, окованных скорбью и железом». Вот кого Господь напитал. А эти слова из Евангелия, мы их видим в Евангелии от Матфея. Там они приводятся в связи с началом проповеди Иисуса Христа. «Так как они противились словам Божьим и совету Вышнего не покорялись, то усмирено было трудами сердца их». Что значит «усмирено было трудами сердца их». То есть Господь посылает трудности, чтобы смирить нас. «И они изнемогли, и не было у них помощника, но возвали ко Господу скорби своей, и Он избавил их от нужды их». Вот когда мы начинаем понимать, что у нас нет помощника, кроме Господа, мы на правильном пути. «И извел их из тьмы, и тени смертные, и узы их разорвал». То есть нас, плененных дьяволом, Христос освобождает. Христос и говорит «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Труждающиеся над дьяволом, обремененные грехами. Он хочет нас освободить. «Сидящих во тьме, и тени смертные». Окованных скорбью и железом Он хочет нас выпустить на свободу. «Да, исповеданы будут Господу милости Его и чудеса Его сынам человеческим». Вот это чередование идет. «Ибо Он сокрушил врата медные, и запоры железные сломил». Святые отцы объясняют, что это сошествие Христа в ад. Когда, сойдя в ад, Он сломал вот эти врата медные, и запоры железные, вот сам этот механизм удерживания душ в аде, и вывел на свободу ветхозаветных праведников из ада, которые ожидали его пришествия. «Взял их с путей беззакония их, ибо за беззакония свои они смирены были». То есть они находились в аде. «Всякой пищей гнушалась душа их, и приблизились к вратам смерти». В какой момент даже пищей гнушается душа, когда ни в чем человек уже не находит радости, когда он приближается к вратам смерти, уже все это для него неинтересно, все это бессмысленно. Те интересы, которыми человек жил, может быть, всю жизнь, все это обесценивается перед лицом грядущей смерти. «Но воззвали ко Господу скорби своей, вот в этой безысходности, почти из-за ада, и он избавил их от нужды их». А в чем же нужда, если они гнушаются пище, если они приблизились к вратам смерти, мы нуждаемся в Боге, а Он благ и милостив. «Послал Слово Своё». Что значит «послал Слово Своё?» Сказано, «И Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодать и истины». Сын Божий воплощается на земле по воле Бога Отца, а Бог Отец посылает Сына в этот мир, как сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть Бог Отец, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Послал Слово Своё». Святитель Григорий Низкий, Дидим, преподобные Исихи видели здесь второе лицо Святой Троицы, постасное Слово Отче, но некоторые толковники видели здесь словесное повеление закона, пророков. Это Феодорит, Златоуст и Зигабет. Но более понятно, это Логос Слова, Христос. «Послал Слово Своё и исцелил их». Христос исцелил людей. Да, он исцелял прокаженных, расслабленных, но он исцелял, прежде всего, нравственные язвы и избавил их от погибели, то есть от путей греха, потому что от погибели их, по-славянски, от растлений, а в синодальном тексте от могил, то есть любой грех, любое растление, оно суицидально, сам растление. «Да исповеданы будут Господу милости Его и чудеса Его, сынам человеческим». То есть важно свидетельствовать о делах Божьих. «Да принесут Ему жертву хвалы и да возвестят о делах Его с радостью». Вот радость должна присутствовать и в прославлении Бога, и в самом свидетельстве о Боге. «И да возвестят о делах Его с радостью». Поэтому если мы проповедуем с постными лицами и никакой позитив не исходит от нас, такое являем мрачное какое-то православие, наверное, это не православие, а что-то другое. А здесь говорится, что «да возвестят о делах Его с радостью». И мы знаем радостного старца Серафима Саровского, который круглый год всех приветствовал словами «Христос воскресе, радость моя, боголюбие». Так он обращался к разным людям. «Отправляющиеся на кораблях в море, имеющие дела на больших водах» то есть большие воды – это глубокие воды, «они видели дела Господние и чудеса Его в пучине». Действительно, для древних людей перемещение по морю, когда под бортом пучина, это как сейчас вот полеты в космос, он рек и поднялся бурный ветер, и поднимались волны его, его относятся к духу, то есть к движению ветра. Такое рассуждение нам предлагает юнгеров, отталкиваясь от греческого прочтения. «Послал Слово Своё и исцелил их, избавил их от погибели их». И вот ниже. «Отправляющиеся на кораблях в море, имеющие дела на больших водах, они видели дела Господние, чудеса Его в пучине. Он рек, и поднялся бурный ветер, и поднимались волны его», то есть вот этого бурного ветра. Далее. «Восходят до небес и нисходят до бездн». Ну, понятно, что волны не восходят до небес и не нисходят до бездн. Это волны искушений, которые мы преодолеваем. «Душа их истоевала в бедствиях, то есть в греховных падениях. Они трепетали и качались, как пьяные, и вся мудрость их пропала». Какая же мудрость, когда там кто-то полез в чужую постель, кто-то забрал чужую вещь, присвоил ее себе. Это уже не мудрость, это безумие какое-то. «Но воззвали ко Господу, скорби своей, и Он извел их от нужды их». То есть из этого греховного состояния. «И повелел буря, и настала тишина». Мы знаем, как Христос действительно усмирял бурю, но в то же время Господь усмиряет страсти в наших душах. И наступает тишина. И успокоились волны, то есть искушения, прекращаются, поднятые ею, то есть успокаиваются волны, поднятые этой бурей. «И возвеселились они, что утихли они, то есть вот эти искушения прекратились, страсти прекратились, падения прекратились, осквернения прекратились, какие-то вредные привычки прекратились, пьянство прекратилось. И Он привел их в пристань. Господь приводит нас в пристань, это церковь, желаемую им, желаемую им, то есть мы хотим быть во дворах Господних, мы стремимся туда, хотя чувствуем, что мы не всегда соответствуем тому имени, которым мы именуемся, называя себя христианами. Он привел их в пристань, желаемую им, то есть Богом, для нас. Ведь Он создает эту пристань. Церковь не люди создают. Христос говорит, «Я создам церковь мою, и врата да не долеют ее». «Да исповеданы будут Господу милости Его и чудеса Его сынам человеческим». И далее говорится, «Да превозносят Его в собрании народа». То есть, когда исповедуют величие Бога, в собрании народа это общественное богослужение. «В сонме старцев дохвалят Его». То есть, среди почтенных праведников творят молитвы. Он превращал реки в пустыню и источники вод в землю жаждущую. Действительно, Господь может иссушить любую реку. Река — это здесь символ движения. Может быть, политическое движение, общественное движение. И если это движение, оно не угодно Богу, он превращает реки в пустыни. И источники вод, какие-то центры цивилизационные, в землю жаждущую, если эти цивилизации не были основаны на заповеди Бога. «Землю плодоносную, всолончатую, за злобу живущих на ней». Вот почему плодородный слой истребляется на земле за злобу живущих на ней. То есть, экологические проблемы, они тесно связаны с нравственными и моральными. Он превращает пустыню в озера, многоводные, то есть и напротив какие-то пустынные места он оживляет, и землю безводную в источнике вод. И действительно, мы это видим. В понимании наших предков было такое представление, что Божье Царство – это странствующее царство, которое переходит с места на место. Был первый Рим, но он пал в гордыню. Второй Рим, он тоже пал. Третий Рим, Москва, четвертого не бывает. Как будто это царство движется в пространстве, во времени, через исторические события, катаклизмы, потрясения. И там, где было полноводно, например, Византия, сейчас там какой-то Стамбул, там турки живут какие-то, а там, где была пустыня языческая, Русь, сейчас множество храмов, полноводные реки. Поэтому чередование образов здесь не случайно. И селил там алчущих, и они строили города для обитания. То есть они строили города, например, все город, то есть город Божий, о котором пишет Августин, воспевает, который Августин. То есть церковь созидают вместе с Христом. И засевали поля, и насаждали виноградники. А как мы засеваем поля? Вышел сеятель сеять. Это проповедь Евангелия. Насаждать виноградники, организовывать евхаристические общины. И получали плод от растений. Плод – это святые, праведные, которые возникают в новых землях. И он благословил их, и они весьма умножились. И скота их не умолял. Скот – это не люди. То есть даже если на нашей земле благословены, будут жить люди, которые как бы преданы только животным, страстям, о них Господь позаботится ради храмов, которые стоят здесь. И скота их не умолял. Но умолились и стали бедствовать вследствие страданий от зла и болезни. То есть всякий раз, приближаясь к Богу, мы благодетствуем, удаляясь от Него, страдаем. И злилось уничижение на князей их, и он оставил их блуждать. И злилось уничижение на наших князей, когда революция произошла, о чем святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что пагуба великая грядет на русское царство, потому что не сохраняет верность Христу. И хотя Иоанн Кронштадтский умер до революции, он видел, что ожидает наших князей, наше дворянство, которое все провалились в масонство, в оккультизм, в безбожие. И злилось, то есть наказание. И злилось. Возможный перевод добавлено, им добавлено, уничижение на князей их, и он оставил их блуждать. И мы действительно 70 лет большевистского правления блуждали. в непроходимом месте, где нет пути. А в каком случае нет пути? Дороги-то всегда были, но как в фильме Абуладзе сказано, а зачем дорога, если она не ведет к храму? То есть все потерял смысл. И помог убогому избавиться от нищеты, то есть Господь протягивает руку помощи духовно нищим, и сделал колено многочисленными, как овец, опять идет процесс возрождения, увидят праведное и возвеселятся. Праведные с небес радуются, когда восстанавливаются храмы, и вера усиливается, и на земле ликуют вместе с нами. Увидят праведное и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста свои. То есть невозможно будет изрекать беззаконие, если народ будет просвещен светом веры. И последний стих, 43-й, «Кто премудр и сохранит, то есть в памяти сердце, это они и уразумеют милости Господней». То есть не надо расточать, подлинная премудрость заключается в том, что мы должны собирать народ вокруг церкви, собирать земли наши вокруг идеалов веры, оберегать эту мудрость, охранительные функции выполнять в этом мире, назначение христиан в этом мире, осолять этот мир. «Вы соль мира», — говорит Христос, «А соль — это вещество, которое предохраняет от гниения, разложения, в нашем случае от нравственного и морального. А если соль потеряла силу, то есть мы сами безнравственны и аморальны, то она ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон?» Поэтому и сказано здесь, то премудр и сохранит, то есть ты имеешь мудрость Божию, но ты должен ее еще сохранить, прежде всего в своей жизни. Кто премудр и сохранит это, они и уразумеют милости Божией. То есть претерпевший до конца спасется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...